Знающие люди советуют покупать экипировку еще до того, как купили мотоцикл. Итак, чтобы упростить начинающим, а может быть уже действующим мотоциклистам задачу, что покупать в первую очередь, какая защита нужна для поездок по городу, а какая для дальних путешествий по трассе, мы решили записать этот ролик. Начнем с необходимой экипировки для езды в городском трафике. Первым делом, конечно, шлем. Без него сотрудники ГИБДД не пустят вас на дороге общего пользования. Для езды по городу подойдут несколько видов шлемов под общим названием дорожный, потому что для бездорожья есть отдельная категория шлемов. Дорожные шлемы бывают таких типов. Шлем интеграл, он же фулл фейс или полнолицевой. Один из самых надежных типов шлемов имеет цельную оболочку, защищает голову со всех сторон. Шлем модуляр, он же флипап, тот же интеграл, но с откидывающейся лицевой частью. Пригодится, когда во время остановки нужно проветриться, попить воды, поговорить по телефону. Интеграл и модуляр подойдут для использования на любых дорожных мотоциклах, включая спортбайки. Шлем три четверти или простонародье каска защищает только часть головы, имеет иногда откидной визор. Можно использовать для поездки на невысоких скоростях, на чоперах или скутерах. Но степень защиты невысокая. Выглядит, конечно, очень антуражно в сочетании с мотоциклами в ретро-стиле. Подробно о типах шлемов и их отличиях друг от друга рассказываем в одном из наших роликов на ютубе. Заходите, смотрите. Голову защитили, как уберечь все остальное. Для мотоциклистов, которые передвигаются по городу, придумали специальные непродуваемые куртки. Они могут быть из текстиля со специальными жесткими протекторами в районе локтей, груди, спины, плечей. Для лет есть специальные сетчатые куртки, в которых и защита предусмотрена, и не жарко даже в плюс 30. Как, например, такая защита тела Lead Body Protector 3DF AirFit Lite EVO. Или можно также использовать панцирь. Универсальные дорожные мотокуртки есть, например, у бренда Acerbis. У них продуманная вентиляция и предусмотрены протекторы в нужных местах. Выглядят нейтрально, сочетаются с обычной гражданской одеждой, уместны в городе. Даже когда вы уже не на двух колесах, а на своих двоих. Мотоботы. Вторая, пожалуй, по важности вещь мотоциклиста после мотоцикла и шлема. Для езды в пределах города подойдут дорожные мотоботы или мотокеды. Если гоняете на высоких скоростях, лучше, конечно, выбирать мотоботы попрощнее, желательно с шарниром. А для поездок на скутерах, чопперах, некедах рассматривайте мотокеды. Преимущество мотообуви перед обычными, например, трекинговыми ботинками в том, что они устойчивы к износу и имеют жесткую конструкцию, которая помогает избежать неестественных перегибов и скручиваний. Чем хороши мотокеды? Тем, что они, опять же, хорошо вписываются в повседневность. Если вам важно слиться с местностью и не освечивать своим байкерским прикидом. Но степень защиты у них, конечно же, меньше, чем у мотобо. Чем выше скорости, к которым вы привыкли, тем крепче должен быть экип. Особенно это касается владельцев спортбайков. Опытные райдеры всегда говорят, что после того, как мотоцикл, даже легкий, малокубатурник, упадет на ногу, вопросов о необходимости в мотоботах с нормальной защитой обычно больше не возникает. Такая обувка спасла от сложных травм ноги тысяч райдеров. Третье, что мы бы порекомендовали приобрести из мотоэкипа, это, конечно же, перчатки. Хорошие прочные кожаные перчатки с защитной костяшкой и усилением на тыльной стороне ладони. Это вообще будет расходник, которого хватит на один, максимум два сезона, смотря как часто будете ездить. Зачем они нужны? Ну, во-первых, надежный зацеп с ручными органами управления мотоцикла. Защита от мозолей – это два. Защита от небольших ударов ссадин при падениях – три. Защита от встречного ветра – четыре. Берите, не пожалеете. Следующая вещь, которая пригодится в мотогардеробе – это брюки. В качестве брюк для поездок на мото рассмотрим два варианта – мотоджинсы и, собственно, мотобрюки. Мотоджинсы, пожалуй, самый часто используемый вариант для любителей дорожных мотоциклов. В мотоджинсах есть специальные вставки на коленях и в задней части. Не супер броня, конечно, но, по крайней мере, при небольшой аварии помогут снизить тяжесть травмы. Максимальную защиту ног, в том числе коленей, дадут мотоциклисту мотоштаны плюс наколенники. Наколенниками, кстати, многие любят пренебрегать, мол, это неудобно, да и не такие уж длительные поездки получаются в городе, чтобы так тщательно экипироваться. Наше дело – дать совет, а выбор, конечно, за вами. Защита колен, если что, надевается под штаны, а не поверх них. Многим подходят мотобрюки. Они удобны в носке, сшиты из специальной прочной, часто непромокаемой ткани, имеют вентиляцию и уплотнение в местах колен и бедер. Такие мотоштаны для городских поездок можно присмотреть у бренда Асервис. Если вы любитель дальних мотопутешествий или только собираетесь полюбить, там, на адвенчерах, чоперах, максискутерах, то полезно будет знать, какой экип подойдет для таких поездок. В общем, тот же набор, что и для города – шлем, мотокуртка, мотобрюки, боты, перчатки. Куртка уже будет попрочнее, лучше, конечно, брать с карманами, удобно положить мелочи, нужные в дороге. В некоторых моделях отстегивается подкладка. Легко регулировать температурный режим. Жарко – сняли подкладку, открыли вентиляцию. Холодно – закрыли все, надели подкладку обратно. Для длительных путешествий на мотоцикле лучше все-таки использовать мотоштаны вместо мотоджинс. Вам предстоят километры пути в разной погоде и, возможно, в разных дорожных условиях. Специализированные мотобрюки спасут от дождя и холода, и в них достаточно комфортно находиться длительное время. Обычно в туристических мотоштанах предусмотрена хорошая вентиляция. Достойный воздухообмен будет вам обеспечен. На коленнике мотопутешествиях имеют не только функцию защиты, но и спасают от холода, от встречного потока воздуха, ведь предстоит быть в дороге много часов подряд. Стоит об этом задуматься, особенно если есть проблемы с коленем. Перчатки плюс-минус такие же, как и в городе, но желательно брать подлиннее, но все же берите как можно более прочные. Если в длительный мототур вы отправляетесь на туристическом мотоцикле, спорттуристе, чопере, и ваш путь будет пролегать в основном по асфальту, можно использовать те же мотоботы, что и для города повседневной езды. Мотообувь для тур эндуро устроена немного по-другому, чем ботинки для города. Здесь мотокеды мы уже не советуем, нужно подходить к этому делу серьезней, так как предстоит ездить не только по асфальту, но и по грунтовкам и бездорожью. Мотоботы для тур эндуро обычно изготавливают из натуральной водонепроницаемой кожи, они имеют жесткую защиту голени и часто выглядят довольно массивными. Для удобства длительного ношения в них часто предусматривают мягкие вставки спереди и сзади. У тур эндуро ботинок рифленая подошва, которая дает прекрасный зацеп не только с подножками мотоцикла, но и с разными видами грунта. Для длительных поездок вам особенно будет важен комфорт, поэтому при покупке обратите внимание на вентиляцию и систему регулировок. Любая экипировка лучше, чем ее отсутствие. Берегите себя, пусть ваши поездки на мотоцикле будут безопасными. С вами был канал Роллинг Мода, всем пока!